А вот именно действиями, сознательными действиями людей мы можем остановить паразит. Потому что паразит сосуд крови. Когда комара у вас садится, что вы сделаете механически, даже не думая? И комара нема. Правильно? А если быть, ой, комарчик, пожалуйста, ну не соси мою кровь. А вот тут еще один сел, вот и тоже не соси. А вот тысячи сел, ну ой, какие вы, ну нельзя же, я же помру. Да? И что будет? Улетят, да? Улетят? А вот что и происходит с страной. Вот сидят паразиты в разных, не только иудеи, которые скажут, паразиты, социальные паразиты всех мастей национальности народа. Это менталитет, это сейчас, к сожалению, русские паразиты ничуть не лучше еврейских. А это иногда и хуже. Так у себя эти паразиты сосуд крови. Так сосуд крови, потому что мы это позволяем делать. И опять-таки не нужно никому по морде бить, как говорят. Не нужно баррикады строить. А нужно просто перестать дрожать и встать с колен. Нужно только всего. Потому что пока все стоят на коленах и считают, что меня не трогают, и ничего не будет. А вот когда придет трогать, уже поздно. Потому что когда человеку, самое интересное, что когда человеку других трогает, большинство, о, ну, а, хорошо, что меня не трогали, да? А когда человеку самого трогает, помогите, спасите, да? И почему-то мало кто приходит на помощь. А почему? Потому что все остальные в душе стали рабами. Нравится нам это или нет, стали рабами. Потому что человеческое достоинство нельзя ронять никому. Можно потерять свободу, но не потерять честь и совесть и достоинство. В тюрьме можно быть свободным и можно быть рабом на свободе. А кем вы будете, рабом на свободе или свободным в тюрьме, даже, зависит не от кого-то, а только от вас самих. Потому что именно вот этого и боятся. То, когда человек перестанет быть рабом, комары перестанут сидеть. И большие, и маленькие. И поэтому нам с вами нужно именно бороться с этим, чем знанием, пока существует... Почему, скажите, вот идиотская позиция, это борьба и знание. А дело в том, что сейчас существует мировоззрение, которое навязали, которое превращает человека в раба. И вот пока это мировоззрение существует и доминирует в сознании человека, он никогда не станет свободным. Если люди многие-то не понимают, то паразиты прекрасно понимают. Поэтому они кинулись и на книги, и то, что пытаются все задавить и так далее. Потому что именно... Вот когда приходят письма, не всегда все можно прочитать, потому что очень много письм приходит, но читаешь часть, успеваешь прочитать. И там пишут, что люди, просто прочитав книгу, перестают пить, курить, наркотики, изменять свой образ жизни, и внешне меняются кардинально. Понимают, что они делают не так, и пытаются изменить то, что было сделано неправильно, и действуют в жизни неправильно. Видите? От просто прочтение книги. Казалось бы, что такое книжка? Типа бумажка, на которой что-то нашлепано, да? Или на экране что-то выведено. Так оно страшнее всех, потому что, что важно паразитам, не допустить, чтобы у людей было нормальное мировоззрение. Чтобы они понимали, что и что, какая есть ценность, чтобы они стали людьми, а не рабами, стоящие на колене.